В Екатеринбурге высадился звездный десант футболистов. В город прилетели игроки Анжи. Завтра в уральской столице в 1-16 финала Кубка России они встретятся с нашими футболистами клубом Урал. Почетным гостям и прием особый. Игроки Анжи выходят не из обычного международного терминала Кольцова, а из вип-зоны. Оно и понятно. На кого не посмотри, звезда мирового масштаба. Здесь и тренерский состав, гусхидинка Роберто Карлос, да и игроки не менее именитые. Особо среди всех выделяется фигура Олега Шатова. Бывший полузащитник Урала теперь выступает в составе махачкалинской команды. Роберто Карлос после прилета на газон центрального стадиона не спешит. Первый пункт в программе посещения Екатеринбурга – городская школа-интернат. Здесь тренера Анжи уже ждут. Звезда звездой, а патриотические чувства сильнее. Поэтому вместо теплых приветствий – каверзные вопросы. Воспитанникам интерната Роберто Карлос рассказывает практически все о своей жизни. И что начинал свою карьеру в Бразилии, и как потом 11 лет играл в мадридском реале. И, конечно же, чем он занят в промежутках между играми. Я очень люблю вкусно поесть в ресторане, а также я очень много времени провожу со своей семьей. Мы очень часто находимся на различных сборах, поэтому дорога каждая минута. В завершении импровизированной пресс-конференции долгожданные автографы знаменитости и подарки. Плюшевые орлы – как символ махачкалинского клуба. Тем временем игроки клуба уже вовсю готовятся к предстоящему поединку. Несмотря на резкую смену климата, до этого футболисты играли во Владикавказе, спортсмены чувствуют себя превосходно. Полон сил и главный тренер команды, как его называют в России, Гус Иванович Хидинг. Махачкалинцы в своих силах уверены, впрочем, как и свердловские игроки. Так что дуэль, которая состоится завтра, обещает быть жаркой. Болельщики обеих команд уже скупили все билеты на стадионе. И такое случается в Екатеринбурге не в первый раз. Что доказывает, город уже готов стать футбольной столицей не только региона, но и всей России и принять у себя матчи чемпионата мира 2018. Пройдут ли игры Мундиале у нас, точно станет известно уже в субботу. Но уже сейчас ясно, Екатеринбург в числе фаворитов.